Последние пару годиков выдались, те еще. Но я счастлив. Благодаря каждому из вас. Спасибо, что вы есть. А вы кто? И где я? Пройдемся. Продолжение следует... Всем доброе ташкентское утро. Мы сегодня с подружками и с их детьми собираемся поехать в бассейн, потому что такая жара невозможная. Вот, и пока выдался у всех выходной, решили вот собраться. Уже наделала купальник. Я, кстати, всегда так делаю. В принципе, логично. Наделала купальник, накидочку сразу, чтобы не загореть, не обгореть. Ноги-то ладно, не страшно, а вот вверх не хотелось бы быть черной, потом намазалась солнцезащитными средствами разными. Вот, сейчас заедем по дороге в магазин, возьмем что-нибудь, потому что в этом бассейне нет еды и напитков, можно брать все с собой. Поэтому сейчас закупимся и поедем. Мы наконец-то доехали. Здесь так прикольненько. Сейчас переверну камеру, чтобы видно было. Такая вода чистая. Один есть большой бассейн, и вон там подальше детский для деток, неглубокий. Вот, я, скорее всего, буду купаться в детском, потому что я не умею плавать. Ну, либо с кругом здесь. Надо будет еще посмотреть, какой он глубиной. Вот, а в целом тут прикольненько. Вот такой топчанчик у нас. Еды здесь нет в этом бассейне, поэтому нужно либо привозить с собой, либо заказывать с соседнего кафе. Вот, мы взяли немного с собой напитков и закусок. И еще закажем чуть попозже, когда захотим кушать, закажем в кафе. Дети, вы сразу купаться? Что вы скажете? Вы купаться? Максим, ты купаться? Нравится здесь? Да! Деткам, конечно, классно. Очень жарко. Потропаем водичку. Ой, холодная вода! Крем есть. Можно, да, я. Чем папа трогает? Вода холодная. Сильно? Ну, да. Они, видимо, ее вообще никак не греются. Ну, это нормально. Это нормально. Ну, вот только солнце греет. Ну, она прям... Наверное, часам к четырем только будет. Теплое. Сейчас холодное. Даже не прохладное, а холодное. Да. Как из-под крана. Сейчас заодно покажу вам маленький бассейн. Ты готов купаться? А, Даня? Этот ребенок меня помнит. Ну, по крайней мере, говорит, что помнит. А помнишь, как ты меня гонял? Так я это... Ну, да. Работа такая. Да. Последний раз видел меня, когда ему было два года. Мы с ним тоже ходили купаться. Я с ним на руках еще ходила. Пять лет назад. Пять лет назад. Вот она, мать года. Сидит в тенечке. Я вообще-то тебе круг надувала. У меня только что его забрали, сказали, что у нас есть. Я же тебя... Сидит в тенечке, пока я с ее детьми похожусь. Дожди, я тебя держу. Не прячь свои бесстыжие глаза. В итоге из-за того, что там была очень холодная вода, мы приехали в другое место. Вот здесь тоже такой топчан. И вот так выглядит бассейн. Тоже два бассейна. Один большой, один маленький. И здесь очень громкая музыка, поэтому, блин, не знаю, как будет слышно. Вот, один большой. И он глубже, чем в том бассейне. Но здесь вода зато теплая. Но в том бассейне вода была чище, чем в этом, потому что здесь она такая немножко мутноватая, а там была прям прозрачная. Прозрачная. Вот. И еще. И здесь еще маленький бассейн для деток. И он помельче, чем в том. Вот детки уже купаются у нас здесь. В том даже детский был глубокий. А здесь такое, они даже без нарукавников плавают. Здесь, наверное, вообще теплая вода. Вон там, видите, мужчина с зонтиком на голове. Мы уже с бассейном переместились в кафе. Для тех, кто живет в Ташкенте, в Узбекистане, хотелось сказать, что никогда не ходите в Малибу. Там ужасный сервис. Просто нам вообще там не понравилось. Во-первых, мы заказали детям жареные пельмени. Они пришли почему-то все в укропе. Прям не просто посыпаны сверху, а как будто их прямо обваляли. И мы попросили поменять одну порцию. И нам официантка нагрубила. Сказала, что не может, что нужно было предупреждать заранее. А мы откуда знали, что они будут в укропе? Вообще, мы первый раз такое видели. Вот. Она отказалась менять, поэтому пришлось заказать еще одну порцию. Цены там ужасные, конечно. Потом мы попросили ножницы, чтобы открыть детям игрушки. Они сказали, попробуйте вилкой. Я реально прихерел. У нас нет ножниц. В общем, и в итоге счет у нас вышел на четверых миллион. Хотя мы там не ели ничего. Мы просто заказали там какой-то айсти, что ли, и перекусы просто. Два сэндвича. В общем, нам вообще не понравилось. Отвратительно. Не ходите туда. Я тоже так думаю. А сейчас мы пришли в Манам, и здесь просто прекрасно сервис. Вот. Уже принесли. Вот кукси. Кюккетян. Вот что я хотела давно. Это корейские блинчики. Да, нам принесли кипяточек, потому что вода холодная, чтобы детям разбавить. Нам помыли наши же персики. Мы попросили помыть персики для детей, а в итоге все персики Катя съела. Как вам не стыдно? Сейчас она сказала, что она хочет помнить тюки, да? Но сейчас она и посмотрела. Да, да, да. Вот. И еще сейчас пришел официант и забрал мусор от игрушек. Вообще, такое милашество. А теперь мусор не забрал. Ну, подожди, сейчас заберет. Вот. И ножницы дали, и мусор забрали. В общем, приходите в Манам. Здесь тоже, кстати, есть бассейн, но в него невозможно попасть. Нужно вот заранее бронировать. Вот. В общем, в Малибу больше никогда не пойдем. А в Манам придем еще. Мы покушали. Тут вообще просто божественное место. Приезжайте все в Манам. И сервис просто обалденный. И счет у нас вышел. Считайте, мы в бассейне там отдали миллион. Хотя, ну, понятно, там за топчан 400 тысяч было. И за какие-то закуски мы заказали два сэндвича, пельмени и чесночные гренки. И за это все мы отдали 600 тысяч. А здесь мы поели полноценно. И супы, и детям заказали. И себе, и кукси. И, в общем, за все это мы отдали всего 300 тысяч. Я считаю, что это вообще просто... Мы могли бы, как девочки говорят, мы могли бы весь день здесь и купаться, и кушать. И отдали бы за весь день миллион. В общем, в Манаме топ. Вот, сейчас уже собираемся домой. Потихоньку. Заказала еще с собой еды. Кому звонят? В общем, ладно. Спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok